Что круче? ОСББ или управляющая компания? Я собираюсь выяснить за один день. Беру коллегу Фила в помощь и ставим перед жертвами эксперимента три одинаковых задания. Кто же шустрее вкрутит лампочку? Лампочка у меня. Уберёт мусор. Пакетик с мусором притаился. Ой. И высший левел. Достанет ключи, случайно упавшие в глубокую шахту лифта. Ключики уронил в шахту лифта случайно. Ну что, готов? Готов. Давай накаменимся бумагой. Давай, кто проиграл тому дом с ОСББ? Ну давай. Раз, два, три. Удачи. Ну давай, и тебе. Итак, мне достался дом на балансе ОСББ. Проверим, за сколько глава ОСББ этого дома вкрутит лампочку. Прекрасно. Темнота, друг молодёжи. Пока искал место, где бы намусорить, напоролся на целую свалку в подъезде. Посмотрите, вот это ОСББ. ОСББ, да. Это вам обязательно понравится. Мы находимся на шестом этаже этого дома. Я открываю урну, а в ней мусора куча. И самое интересное, что забит полностью стояк весь до шестого этажа. Я планировал разложить вторую ловушку в виде мусора, но, как оказалось, мне этого делать не нужно, потому что здесь и так грязно, как на свалке. И последнее. Третья ловушка у меня будет в лифте. Ну, точнее, не в лифте, а в его шахте. Ой, уронил. Итак, три из трёх ловушек расставлены в подъезде. Сейчас я позвоню главе ОСББ. Интересно, за сколько все эти недоразумения устранят? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. А мне вот ваш номер телефона подсказали. Я уронил ключи в шахту в вашем подъезде. И вот хотел бы вас попросить, чтобы вы помогли мне их извлечь оттуда. Я никак не смогу вам. Это надо ехать в лифт. Ну, у меня телефона сейчас нет, и я не дома. Так что вы мне предлагаете? Я даже домой попасть не могу. Ну, я тут при чём? Ну, вы скажите, если меня дома нет, откуда? Как я могу вам здесь достать? Да, да. Уже лифта есть все телефоны. Там на белой бумажке должно быть. И звоните туда в эту службу, и они придут и вам сделают. С таким успехом мне и электрика самому придётся искать, чтобы вкрутить лампочки, и дворника, чтобы убрать. Или как? Был в подъезде, у вас там мусор кто-то накидал. Очень грязно, ну, и запах такой противный очень. А ещё кто-то, видимо, лампочку выкрутил. Дворник уберёт, не переживайте. Дворник, а это завтра утром, да, он уберёт только? Я сейчас ей позвоню, она придёт и уберёт. Итак, сейчас 11.36. Сколько же времени уйдёт, чтобы в доме ОСББ убрали парадный и вкрутили лампочку? Засекаю. А сам пошёл искать номер лифтёра на белой бумажке. Надо же ещё и ключи из шахты извлечь. Фил, а ты чем похвастаешься? А я как раз подхожу к своему дому, который находится на балансе управляющей компании. По сути, это тот же ЖЭК, только частный. О, пакетик с мусором притаился. Оплущенные стены, расспросанные газеты, листовки, стаканы. Мусора тут и так достаточно. Даже разбрасывать ничего не надо. Да, а так не хочется проигрывать. Но лампочки тоже воровать не пришлось. Они в этом подъезде просто не предусмотрены. Лампочка одна единственная, и то, наверное, не коммунальная, а кого-то из жильцов. Но больше всего меня волнует вот эта находка. Вот, пожалуйста, благодаря отсутствием лампочек, чем можно здесь заниматься в этом подъезде. Интересно, в компании, которая управляет этим домом, вообще догадываются, что в нём творится? Ну что ж, мусор есть, лампочек нет. Осталось только ключи. Случайно уронить. Всё готово. Звоню в управляющую компанию. Аппарат Андрей, добрый день. Я тут ключики уронил в шахту лифта случайно. То есть доступа в квартиру у вас вообще нету теперь или есть запасы? Вообще нет. Троялку не зафиксировал. В ближайшее время должны будут подъехать. Тут, кстати, ещё лампочек нету большинства. И мусор, и сплицы всякие валяются. Тоже, может быть, как-то с этим можно бороться. Троялку передаю в работу, ожидать, что в ближайшее время я подъезжаю. Антон, на часах 11.40. Буду ждать. Ты там ещё не выиграл случайно? Пока нет. Но телефон лифтёра у меня всего за 5 минут. Ну я не могу вам сказать. Сейчас я к ним позвоню, что знаю, где он находится. Хорошо. Перезвоню. Да, перезвоните, я буду ждать. Сейчас 11.45. Дворника на горизонте не видать. Но я теперь жду и механика. Ты жди, жди. А мне мой уже перезвонил. Не прошло и 10 минут. Алло. Вас включили там в файле, да? Да, здравствуйте. А где вы сейчас? Возле подъезда. Хорошо, будешь здесь так делать. Хорошо, спасибо большое. Что ж так у меня в стороне? Ой, такие дырки огромные. Маленькие ключи. И так получилось. Так быстро пришли. Просто я был рядом. А так вообще долго, наверное, да? Ну, примерно. Без долгих объяснений приступает к работе. Так, сейчас поищу. Они такие красные. Берись фонарик. Посветить вам, да? Да можно же. Ого, сколько там всего. Вольно. А, да-да-да. Вот красный. Ага. Спасибо большое. Хорошо. Я просто восхищен оперативностью управляющей компании. Ключи достали всего через 15 минут после звонка. Фантастика. Вот только что аварийная служба сказала мне, что через 10 минут придет механик, который вытащит мои ключи из лифтовой шахты. Давайте ждать. Вау, ровно 12 минут прошло. Здравствуйте. Стратегически важные ключи, без них вообще никуда. Там они, они, держи, давайте. Они черненькие, маленькие. Помогаю дяде механику, чем могу. Да, да, не-не, спасибо. Я уже собрался прощаться, как вдруг. Спасибо, спасибо. Услуги платные. Платные услуги? Да. А мне не сказали этого. Ну, а вы что-то не собрались, потому что я не могу бегать к каждому за ключом. У нас 52. Так, платить я точно не буду. Звоню главе ОСББ. Вот человек говорит, что эта услуга платная. Я об этом ничего не слышал и не знал. Ну, я не знаю, я такого не слышала. А что тут не знать? Я могу не прийти, могу не прийти, понимаете? Что тут не знать? Я, извиняюсь, он не имеет права этого делать. Ну, ключи упали, потому что это же не бывает такое, что... Неприятный осадочек остался. Но пойду-ка поищу уборщицу. Глава ОСББ сказала, она где-то неподалеку. А я уже какого-то дворника нашел. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы этот дом убираете, да, или кто-то? Нет, другая. Другая? А где? Соню, где найти? Она где-то ходила, но где она? Ой, ну, куда-то там есть такой грязный. Там и шприцы валяются. А вы что, вот этот? Да. Мы хотели узнать, когда она сможет уметь. В общем, к тому подъезда, это вообще супер-овый, а то вообще страшный. Рай, а то ад. А то ад. Ну, она супра до десяти вот в этом. А, и все. Да, скажу. Да, пожалуйста. Дальше жду. Мне же еще электрик нужен. Прошло уже три с половиной часа. Ха-ха. А моим дворником оказалась вот эта очаровательная женщина. Я поднимусь сверху до низа, я бы все подниму ездить. Да. Хорошо, хорошо. Все, я тогда вам отдаю в руки все, весь подъезд. Все, все. А вы не помните, пожалуйста, не понимаете? Могу. Давайте, могу. Контейнер. Могу. И через полтора часа после моего звонка главе ОСББ подъезд просто засиял. Задержка была только с лампочкой. Ее вкрутили спустя пять часов. Мне тогда отзвонились и скинули видео. А чтобы ее больше не тырили, управдом повесил и антиворовской плафон. А я вот уже четыре часа в темном и грязном подъезде. Пора признавать проигрыш. О, здорово. Здорово. Мне уже вкрутили лампочку и даже поставили плафон. Ну, у меня все начиналось, на самом деле, очень хорошо. У меня тоже достали ключи из шахты лифта за 15 минут. Я не ожидал даже. Но на этом успехи управляющей компании закончились. Ну что ж, ОСББ, хоть и с небольшими нюансами, выигрывает наш батл. В одном из столичных аквапарков потонул 4-речный хлопчик. День народжения малюка закончился трагедией. Кто виноват в смерти ребенка и в каком аквапарке нельзя оставить малыша ни на секунду. Шокирующее расследование абзаца. Я решила провести провокационный эксперимент и проверить, насколько оперативны спасатели в аквапарке. Ой, это вообще опасно. Даже я побежала. Чем занимаются родители, пока ребенок самостоятельно плавает в бассейне? О, так тут вообще полностью алкогольное меню. И какую ответственность на самом деле несет аквапарк за вашего малыша? Ужасная трагедия поставила на уши всю столицу. Расследование длится до сих пор. Кто же виноват в смерти малыша? Полиция прорабатывает несколько версий. В данном случае, вина идет двосторонняя. Стаття 367. Службовая халатность. До пяти років позбавлення воли. Так само батьки. Стаття 166. Это злится невикование оборудований по догляду за дитиною. Что видно на відео, яке есть у следствия? Куда отлучился батько? За кавой. А с приводу бабуси та старшей сестры? Так как киевский аквапарк закрыт и там все еще идет расследование, мы с моим сыном Тимофеем едем в аквапарк в Броварах. Интересно, следят ли там за дитиною? Мам, идем плавать? Пойдем, пойдем. По дороге в кассу распирает от любопытства, какая тут зона ответственности родителя, а какая аквапарка. Здравствуйте, а нам, пожалуйста, два взрослых и один детский. Да. Скажите, где-то заполнять нужно? Что там вот ответственность, там кто несет, родители несут или администрация. У вас такого нет? Здесь ничего не заполняют. То есть за детьми тут присматривают и сотрудники? А где это написано? Она не может найти, где написано. Мой допрос явно заставил нервничать персонал. Долго искали и, наконец, просто показали правила нахождения в аквапарке. Відповідальность за безпеку на полнолитних детей несут, их не батьки, а полнолитние особы, які их супровожают. Оператор нанесе відповідальность за травми, шкодження, отримання користувачами, в результате недотримання порядка використання аттракціонів. В общем, формально аквапарк не несет никакой ответственности за ваше чадо. Но при этом я ничего не подписывала. Значит, в случае чего, могу предъявить администрации претензии. Ну что, начнем эксперимент. Вот первый бассейн с джакузи и с баром. Здесь около 100 человек в одном бассейне. И здесь всего лишь один спасатель. По сути, увидеть исчезновение кого-то очень тяжело. Нужно осмотреться и понять, где тут что. В моем поле зрения три больших бассейна, где купаются и детки, и взрослые. Их и промониторю. А вот этот бассейн как бы для более маленьких деток. Скажите, а вы смотрите за этим бассейном, да? Так, попытаюсь оставить Тиму под его присмотром. А вы посмотрите за ребенком на секундочку? Кто же пойдет? Я не могу смотреть за всеми, но конкретно за неверименно я не могу смотреть. А как же вы смотрите тогда, как за всеми? Потому что вы не нарушали правила. Если поднимают человек, могут упасть и не удавиться. Только и всего? Как он может смотреть за всеми один человек? На одной горке? 50 детей маленьких. Только я отвлеклась на секунду, как мой Тима уже растворился среди детей в бассейне. Он на ту сторону пошел. Скажите, пожалуйста, а там кто-то смотрит за детьми с той стороны или нет? Нет, никто? То есть надо бежать, да? Капец. Тима, где ты? Не прошло и 10 минут, как мы зашли в аквапарк, а Тима уже напугал меня до смерти. Тима, где ты? Смотрите, Моша, с той стороны спасатели есть, а с этой стороны ни одного спасателя. Ты убежала от меня. Я тебя потеряла из виду. Не делай так больше, хорошо? На такой детский бассейн одного спасателя явно мало. А вот очень большой бассейн с глубиной почти в 2 метра. Ой, это вообще опасно. Даже я побежала. Вот, посмотри, тут вообще нужен глаз да глаз. И он с искусственными волнами. В похожем утонул мальчик в столичном аквапарке. Скажите, а здесь кто-то за детьми смотрит? Только вот спасатель. Который сидит спасатель. Ну, а какой? А вот этот вот там сидит. По-моему, очень лениво тоже. Оставлять, короче, нельзя. И вот это волны включили без предупреждения. Реально волны большие. Как только включили волны, сразу на горизонте появилось 3 спасателя. До этого патрулировал всего один. Ну, вот включающий парень смотрит на берег. Ну, на что он смотрит? Наверное, на шлепанцы? Опасный бассейн. Ужас. Здесь, кстати, очень плохая слышимость. Шумит вода, пищат дети. Вот как спасатель услышит, если кто-то будет кричать о помощи? Ну-ка, сейчас мы это проверим. Я попросила Тимофея подыграть мне и покричать. Тут невозможно. Тут никто ничего не слышит. Тут хоть кричи, хоть не кричи. Посмотрите, ноль внимания. Тима, Тима, аккуратно. Ты что, Тим, ты видел, какая волна была? Да с такими волнами здесь легко можно захлебнуться за считанные секунды. Ну, посмотри, дяди зевают. Они вообще не смотрят. Надо быть аккуратным, Тима. Самому нужно знать, а я буду следить. Но как только волны стихают, спасатели словно разбегаются кто куда. Пока Тимофей катался, один из сотрудников рассказал мне, почему же спасатели работают без энтузиазма. А если не секрет, сколько спасателям платят? Мало. Три с половиной тысячи? Три с половиной тысячи? С джакузи и с баром. Здесь около 100 человек в одном бассейне. О, так тут вообще полностью алкогольное меню. Полностью. Мартини, шампанское, коньяк, рон, джин, виски, текила, горилка. Тут, по-моему, разнообразнее алкогольное меню, чем в духовночном клубе. Родители тут напиваются, это однозначно. И вот тому доказательство. А вот это нас родители из компании «Кусы» в Аклопарке. И все, которые получат не с грудными детьми в бассейне, а с грудными. Неудивительно, что дети могут быть в опасности. Все, я достаточно насмотрелась на эту халатность. И даже мой Тимофей сегодня кое-что понял. Родители, будьте внимательны. Смотрите за своими детьми. И главное, не пейте. Устами младенца глаголит истина. Сегодня 30 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Но за это время город снова ожил и даже стал курортом. Сейчас выгодно прикупить дачку в Чернобыле. Какие мутанты водятся в радиоактивном регионе? И почему крутелики будуют себе коттеджи за колючим дротом? Боже, то что это веники, тележки из магазина, столько вещей. Все старое, ржавое. Просто мертвый город. Зашкаливающая радиация. Мы подъезжаем к реактору и уже 1,65. Обед возле четвертого энергоблока. Борщик за 3 гривны. Сейчас попробуем. И отсутствие ночлега. Получается, выбор у меня небольшой. Придется заняться каучсерфингом по-чернобыльски. Я отправилась в Чернобыльскую зону, чтобы проверить, что случится с моим организмом за сутки в радиоактивной зоне. Это небезопасно. Действительно ли там водятся звери-мутанты? О, боже, какие они огромные! И правда ли, что зона отчуждения стала раем для туристов? У вас есть номера в отеле? Мои. Перед опасным путешествием консультирую с доктором. В первую очередь радиоактивное излучение может повлиять на щитовидную железу, на систему крови. Если есть нарушение гормонов, то радиоактивное излучение может усугубить ситуацию. Чтобы понять, как поездка повлияет на мой организм, сдаю кровь и делаю УЗИ щитовидной железы. При сложении определенных условий радиоактивное излучение может способствовать возникновению раковых заболеваний. Это небезопасно. И, к сожалению, последствия небольших дозрадиаций, они могут сказаться через очень много лет. Да, прогнозы совсем не радужные. Но возможен ли такой риск для туристов? Латают по полной. Видимо, ждут больших гостей. 30 лет – это не 29. И по случаю такого события в зону съедется много высокопроставленных гостей. А дорога-то вся в пробоинах. Так что накануне на трассу согнали весь областной автодор. Это крайняя точка перед зоной отчуждения КПП «Детятки». С этого момента я вооружаюсь дозиметром и буду проверять радиационный фон. Пока он в порядке. Запомните, что допустимая норма радиационного фона – до 0,3 микрозивертов. Накануне я измерила уровень радиации в столице. В центре Киева мой дозиметр показывает, что уровень радиации в норме. Попасть туристам в зону очень просто. Яна считала около 10 сайтов чернобыльских туроператоров. Цена вопроса – от 30 до 100 долларов. Я же поехала в зону как журналист. Без экскурсовода и с бесплатным входом. Учиться, учиться, учиться. Выйдите, пожалуйста, из помещения. Первым делом отправляюсь к атомной станции. Девятый год идет строительство новой защитной арки для четвертого энергоблока. Уже вот этот звук означает, что мы в зоне и уже превысили норму очень серьезно. 43. Называют эту арку «Укрытие-2». Ее предназначение – уменьшить уровень выброса радиации, а также обеспечить защиту во время демонтажа старого укрытия. Ведь что творится под саркофагом, построенным в 80-е, никто точно не знает. Представляете, защитная арка высотой целых 110 метров. Когда закончится строительство, то ее просто переместят над энергоблоком. А как сейчас с радиацией вокруг? Самое интересное, что под саркофагом норма превышена всего лишь в три раза, а чуть дальше было в 13. Не успел мой дозиметр запищать, как тут они. Обязательный пункт туристической программы – фото подаркой. Ну а я двигаюсь дальше. Что меня поразило, так это местная столовая. А что здесь определяется? Радиационный контроль. Доза вспетывания радиационных. А что делать? Приставляешь руки, и смотри, контроль светится, вверх, смотри, чисто. Чисто. А если бы было грязно, не пустянуть? Если бы грязно, руки мыть, вот там умывали. Мыло и вода. Вот оно спасение и от бактерий, и от радиации. И ничего, что столовая в километре от четвертого энергоблока. На территории столовой радиационный фонд намного ниже, чем на улице. И именно поэтому кушать и пить можно только здесь, на улице. Нельзя даже есть специальное объявление, что на вынос продукты не дают. Меню самое разнообразное – борщик, а на второе – пюрешечка или рис с отбивной. Салатик из свежих овощей и даже напитки на выбор. Нигде вы так дешево не поедите, как в Чернобыле. Я только на одно надеюсь, что продукты не местные. Комплексный обед до 30 гривен. Я определенно здесь отобедаю. Попробуем борщик за 3 гривны. Возле столовой меня встретила стая диких собак. Очень милых попрошайк. Ну разве они двуголовые или злостные? По зоне таких милашек сотни. Вокруг ЧАЭС несколько обводных каналов и водохранилища, которое охлаждало сам реактор. Этот канал находится в 800 метрах от станции. И тут живут они – местные великаны. Вот кому-кому здесь хорошо живется, так это самам, они здесь по 3 метра. Вон, посмотрите, сейчас покормлю хлебушком. Боже, какие они огромные! После аварии большое количество изотопов попало именно в воду, поэтому рыбку тут ловить категорически запрещено. Я думала, рядом с такими рыбешками будет просто бешеная радиация. А тут норма. Но сомы такие большие не от радиации. Просто их каждый день сотни туристов кормят хлебом и не собираются отлавливать. Вот он, вот он, вот он! Ого! Мы в пяти минутах от Припяти. Мне становится не по себе. О, оно на глазах увеличивается. Жесть. На подъезде к городу есть участок в 50 метров, который называют западным следом. После взрыва первую волну радиации ветер понес именно в эту сторону. И фон тут просто зашкаливает. Заброшенные дома. На месте скверов и дорог заросли. Деревья растут прямо из асфальта. Мой дозиметр уже очень активно пищит, потому что норма превышена в шесть раз. И это только вот начало Припяти. Как повлияет такая прогулка на мой организм, я даже не представляю. Зоны отчуждения признали самым экстремальным в мире местом для туризма. Но к 30-летию катастрофы даже мертвый город Припять ожил. Хоть я и обещала себе не заходить в помещение, поддаюсь импульсу. Учиться, учиться, учиться. Выйдите, пожалуйста, из помещения. Выйдите из помещения. Ну вот, за мной таки наблюдали. Здание находится в аварийном состоянии, и ходить по ним крайне опасно. Вдруг все обвалится. Боже, тут что-то веники, тележки из магазина. Столько вещей. Все старое, ржавое. Просто мертвый город. Вечереет, и мне пора искать ночлег. В Припяти оставаться категорически запрещено, поэтому поеду в Чернобыль. Интересно, что меня ждет в Чернобыле? Город тщательно отстирывали после катастрофы, поэтому ходить там можно только в специально отведенных местах и по дорожкам. А в отмытых домах организовали общежитие для работников. По сравнению с Припятью, Чернобыль – очень приятный город. Здесь все зеленое, ухоженное, живут люди, и порог не превышается. Всего 0,19. Я бы здесь задержалась. Местные достопримечательности – это кафе и отель. Ну что, может, у меня получится переночевать в Чернобыле? Смотрите дальше. Смогу ли я найти ночлег посреди зоны отчуждения? У вас есть номера в отеле? Внимание. Где столичная элита массово скупает заброшенные участки? Там сотка земли, полумора стоит очень дорого там. И сколько будет стоить радиоактивный домик у моря? Здравствуйте, а я увидела ваш номер в объявлении, что вы продаете участок. Рискуя своим здоровьем, я отправилась в зону отчуждения, чтобы лично проверить, насколько опасно там находиться. Уже вот этот звук означает, что мы в зоне, и уже превысили норму очень серьезно. Можно ли там остаться на сутки? Так 30-летие такого волна? Нет, у нас постоянно такая волна. То есть у вас туристическое место? И где там можно дешево прикупить недвижимость у моря? На первой день не на воде. О, ничего себе. Ну что, может, у меня получится переночевать в Чернобыле? А я хотела узнать, у вас есть номера в отеле? Немали. У вас толпа туристов? Да. Просто к 30-летию такого волна? Нет, у нас постоянно такая волна. Сейчас послился 40 человек. Смешная ситуация. В зоне отчуждения все номера заняты. Фу, получается выбор у меня небольшой. Придется заняться каучсерфингом по-чернобыльски. В городе живут только рабочие. В общежитии меня никто не пустит. И единственным вариантом ночлега в зоне был этот отель. Я попробую найти себе ночлег в ближайшем к зоне селе под названием Детятки. Это одно из семи сел Чернобыльской зоны в 20 километрах от атомной станции. Чтобы вы понимали, здесь радиация ниже, чем в Киеве. Всего 0,13. По норме максимум 0,2. Может, в магазине помогут найти ночлег? У нас такого места, чтобы перегочевать, у нас такого момента. Так у нас люди не пустят. И сталкеров ловлят, то щеково ловлят, у нас органичники. То у нас людей, то свои ходят и граблят по погребах. Я, наверное, очень похожа на сталкера или на вора. В селе у нас покупают домики старые. И соблюдать. А в вашем селе сколько стоит? У нас, ну, обычно, 10. Придела 70 тысяч. Я землю в кружок, бери, не хочу. Ого! Дачи? Здесь же зона совсем рядом. Мне 30 лет. Я все наношу. Кому требует пить и умер? Недвижимость, конечно, заманчива, но мне бы где-то переночевать. Я еще такой вариант. Это вам проехать в Страхолесе. В Страхолесе. Там, как чуть ли не у каждого есть свой мини-отель. То это, может, еще это не знаю. Там как раз и море киевское. Оказывается, Страхолесе – это местный чернобыльский курорт. Там у нас все киевские крутые дачи строили. Если бы там было грязно, то там люди не покупали и не строили. А там что-то земли, по море, стоило очень дорого. Хочу посмотреть на этот курортный городок. По дороге нам попалось еще одно село – Горностайполь. Может, тут получится остаться? Да Страхолесье-то далековато. Удивительно, но здесь еще чище. Здесь даже в два раза лучше радиационный фон, чем в Киеве. Попробуй здесь поселиться. Ток-ток, а здесь есть кто-то? Здравствуйте. Может, где-то есть, где можно переночевать местечко? А если у вас не богато, то, конечно, заходьте. А, в смысле? Ну, к вам? Ну, а как? У вас же на улице не оставим ночевать. Правда, нет? Уже же вечер. Наталья уверяет, никаких мутантов из леса она не встречала. А на огороде растут самые обычные овощи. А зона тут далеко от вас вообще, если по прямой так? Ну, если по прямой, до Чернобыля 24 километра. А до отделенной зоны отчуждения? Кромом леса уже угрожено. Как хорошо, что я постучалась в правильный двор. Меня напоили чаем, отогрели. Теперь можно и поспать. Вставать-то мне в 6 утра. Фух, получилось. Слава богу, не в палатке. Спокойной ночи. Какая рань. Ну что, впереди курортный городок Чернобыльской зоны под названием Страхолесье. Ну, наконец-то море. Но то, что я увидела по дороге, придало моему путешествию еще больше экзотики. Ого, это же бизоны. Самые настоящие. Недалеко от Горностайполя есть ферма, где разводят коров, овец, бизонов и даже оленей. А вот и оно, Страхолесье. От села до зоны рукой подать. Как бы близко я не подошла к зоне отчуждения, дозиметр показывает, что уровень радиации в норме. Рядом с селом находится и Киевское море, часть которого попадает в зону отчуждения. Не уверена, что здесь безопасно дачки строить. Там у нас все киевские крутые дачи строят. Село действительно застроено коттеджами с высоченными заборами. Мы около часа искали, как же подъехать к морю. Но, наконец-то, море. Это единственный в селе свободный выход к воде. И даже тут объявление о продаже участка. Интересненько. Здравствуйте, а я увидела ваш номер в объявлении, что вы продаете участок в Страхолесье. В 30 метрах. А сколько стоит вообще? Я сейчас здесь стоял 35 долларов за все. Ничего так сумма. За 17-то соток у воды. Если хорошенько поискать и не заморачиваться по поводу первой береговой линии, то есть участки и подешевле. Что ж, села вокруг Чернобыля оказались совсем не страшными и очень даже популярными. Осталось понять, как повлияли на меня сутки в зоне отчуждения. Иду на повторное обследование. В принципе, все показатели на том же уровне, что были до поездки. Только большие дозы повышенной радиации проявляются сразу. А маленькие дозы излучения, хроническое воздействие этих небольших доз радиации, текает незаметно, мы этого не чувствуем. Пока со мной все в порядке. Но кто знает, как аукнется мне эта веселая поездочка через лет так 10. А чем еще удивили страна и мир, узнаем прямо сейчас. Полночь, США. Бурый мишка деловито перелезает через забор. С обратной стороны полицейские бросаются в рассыпную. Этот косолапый держал в страхе калифорнийский городок Слимар. Вышел из лесу и начал разгуливать по городу. Люди спрятались в домах и лишь в окно поглядывали. В конце концов, косолапого подстрелили медвежей дозой снотворного и наконец-то вернули в лес. Десята ранка у Киев. Титоньки с мешками перекрили в центре дорогу. Пані вимагают, чтобы соседняя кавьярня демонтировала летнюю террасу, прибудованную до их дома. Попить каву под властным домом идея начи хороша. Однако летний майданчик стоит как раз над местными коммуникациями. И вот сталася авария. Люди тиждень сидели без води. Бо через кафе ремонтники дістатися до труб не могут. После отчайдушного блокирования дороги террасу наконец-то демонтировали. 11 утра. Одесса. Активисты антитрухановского майдана на Думской площади убирают в своем палаточном городке. Ночью на них напали титушки с битами. Протестующих избили, имущество уничтожили. Мы говорили, конечно, что вы тут майдан устроили, мы вам сделаем майдан. У нас тут, короче, разобьем, сужем. В ответ на нападение участники акции попытались заблокировать здание горсовета. Главный вход в мэрию забаррикадировали мусорными баками и шинами. Однако вскоре их оттуда вытеснили. Митингующие с Думской не уходят. Обещают свернуть палаточный городок, если мэр Одессы Геннадий Труханов уйдет в отставу. 12-й кривий ріг археологи в Потечула перекопують центр міста. Під землею, достояв пам'ятник Леніну, знайшли фундамент старовинного храму. Це собор Миколи Чудотворця, збудований в 1761 році. У ньому навіть була особлива ікона, яка збирала прочан з усієї України. Археологи розкупали 8 метрів фундаменту в довжину та 6 у шир. Знайшли кілька цікавинок, наприклад, дві копійки, яким півтори сотні років, уламок лампадки та старовинні підсвічники. В Києві грабители з оружием напали на рыбне хозяйство і украли 4,5 кг чорної ікри. Ну, зерниста – це нынче на весь золото. До 40 тисяч гривен за кг доходить стоимость. 40 тисяч? Боже, 40 тисяч. В яких умовах насправді видобувають контрабандну ікру? І головне, як не придбати коштовний делікатес з отруйними консервантами? Рішились, наконец, побалувати семью полезнішій ікоркой? Ізисканий делікатес, який навіть в королівських дворах їдять маленькою ложечкою. І копаєнням смакують кожну ікринку. Дякую за перегляд! Этот делікатес во все времена стоил бешеные деньги. Імеє намоваживающее действие. Але як, покупая елитне лакомство, не схватить, извините, браконьерскую падаль? І рада, що це з мертвой риби. Сьогодні я узнаю, як не купить третисортну подделку. Ну, тут, х**й, репкий. О чому, стоїть спрашивати продавців перед тим, як платити йому деньги? А також, виведу на чистую воду распространителей ікорной контрабанди із России. Така малюсенькая порция на 100 грамм в среднем стоит 100 долларов. Но такая бешеная дороговизна ікры оправдывается, во-первых, її пищевой ценностю. Ікра, конечно, це дуже полезна штука. Она содержит дуже багато там і калий, і натрий, і йод. Також в цих малюсеньких рибних зародышах содержится бесценний набор витаминів А, Б, Е. Самое главное, есть витамин Д, которого особенно не хватает детям і людям в період выздоровлений. В элитарних кругах шоу-биза і политикума высоко ценяться косметичні маски і обертывання із чёрной ікры. Лакшери-процедура, на котрій, по слухам, сидит Анжелина Джоли, обходиться в 5-6 тисяч доларів за раз. Зато уже после первого сеанса улучшается цвет кожи, контуртело подтягивается, а с лица уходят морщины. Но кому маска із ікры, а кому хоть пару ложечек на бутербродик – уже праздник. Сейчас сориентируюсь вообще, какие у вас производители? Фирма «Одна и та». Це вся идёт российская ікра. Одна і не вся астраханская. В центре столицы, на прилавке, российская ікра. І це при тому, що по версії чиновників… В останній раз поставка з Росії була в 13-му роті, це було менше 30 кг. В придачу к этому мене ещё більше ошарашил известний ресторатор і владелец сети рыбних заведень. На ринок ходити за ікрой нельзя. Точка. Не може бути на ринке качественная ікра без применения по цьому. І тут, як говориться, на ловца і рыбка плывёт. Прямо в Фейсбуке мне предлагають купить чёрну зернистую. Почти вдвое дешевле, чем на ринке. Ікра приходит к нам із Астрахани, що свидетельствует о высочайшем качестве. Цена 600 баксів за пилон. Опять із Росії? Тож нелегальна? Более того, в інтернете таких вот объявлений десятки. Причём практически із каждого города в Україні. Звоню по одному із объявлений. Це дикая ікра, це дикая рыба. Тобто ікра є, не треба там заранію? Не, 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 в залічі є всегда. Але дело в тому, що дікий осётр на грани вымирання. Рыба занесена в Красну Книгу. В 2011 році був принят міжнародний запрет на його вылов. Зараз жодному країні світу офіційний новинок документа дозволено видобування ікри і перевезення її з риби, яка видобута на дикій домов. Единственный во всём мире законний способ добывання чёрной ікри – це фермерство. Здесь осетров растят із мальков, кормят, як дітей малых. Всё, щоб спасти вимираючий дикий вид. Боже, а ротик, смотрите, как у человека почти, да? Маленький, боже, вони такие, конечно, милі. Хочеться, знаєте, як котёнка щеночка обнимати, а їм-то неприятно. Думаю, чуто пристали ко мне эти теплокровные создания. Этому осётрику только 5 лет, і ікри в нём пока нету. У нього ещё даже пол определить невозможно. Кто из этой стаи самка с ценной ікрой, а кто самец, который, так сказать, на шару поедает корм, станет известно лишь через год-два. А пока приходится круглый год возиться і сортировать їх друг от дружки. Якщо хто-то вырвался там на 30-40 грамм, більше став, остальные уже начинают его бояться. А вот эти громадины – ікроносные самки. А сколько одна рыба стоит, кстати, вот одна такая особь? Ну, это самки, они очень дорогие. Они по несколько тысяч долларов за каждое стоят. Давайте конкретно. Вот эта самка сколько стоит? Ну, она весит килограмм 15. Ну, она будет стоить где-то тысячи три долларов. Три тысячи долларов вот это вот плавает. Да. Даже не догадывается о своей ценности. Учитывая всю сложность процесса, Антон говорит, что цена менее 100 долларов за кило должна как минимум настораживать. Но я решила рискнуть. Продам забойную черную игру. Русский осетр. Без консервантов. Откуда она приезжает? В Астрахани. Прямо с Астрахани? Да. И что? Мы вам рассказывать не будем, но приезжает на трёх. По легенде, мне надо кило-полтора на предстоящий праздник. Но я, естественно, не хочу рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем моих гостей. Так что прежде всего спрашиваю, а есть ли документы на икорку? Сертификат качества? Будь-якая икра, которая попадает в Украину, должен спророчиться с сертификатом СИТЕС. Кто вырубник икры, в каких умовах вы добываете на трёх икор. А теперь внимательно слушайте, что на этот счёт думает интернет-продавец икры. Давайте мы сделаем сделку проще. Я вам отправлю 50 грамм. Вы же мне не будете кушать документы, вы же будете кушать икру, верно? Вы икру заберёте домой, распробуйте, разнюхайте, рассмотрите. Хорошенькое дело. А как, извините, я узнаю по вкусу, в каких вообще условиях её добыли? А вариантов может быть много? Это чёрная игра. В грязных лодках, в дикой спешке, опасаясь ареста, браконьеры собирают икру, нарушая все мыслимые санитарные нормы. В случае с контрабандой рыба ловится сетями. Они расставляются вдоль реки, от и до, куда попадает осётр. К утру, когда приезжают выбирать эту сетку, уже умирает. Соответственно, икра достается из мёртвой рыбы. И на берегу, в камышах, засыпают солью и консервантом. Бахнут консерванта столько, чтобы там уже точно ничего не завонялось. Тем временем я уже в назначенном месте. В течение получаса курьер должен принести мне банку чёрной икры. Из-за Астрахани. Договорились, что я возьму жестяную банку на 250 грамм. Ну и, конечно же, подготовила 150 долларов за баночку чёрной икры на пробу. Икра дикая, настоящая. То есть это не искусственно выращено. Контрабанд? Да. Ну, как бы, откуда цена такая? Можете открыть, посмотреть. Ой, она сейчас повысыпается, подождите. Прямо на улице курьер открывает икру. А вдруг я передумаю покупать? Вы на вкус не покупаете, еще не покупаете. Так а вы, если что, как ее можете закрыть, искать? Ой, клиент отказался. Ну, да, это даже не качество не меняется. У нас, как бы, каждый день мы продаем 5-10 грамм. Баночку мы же открыли, все правильно? Нет, ну, баночка открылась, она же, если кому-то не нравится, она же потом все равно купится. Все она продается? То есть, кто до меня облизывал ложку и ковырялся в этой самой банке, я могу только догадываться. Сначала она приходит к нам вот в таких банках. Власти, в банках, по полтора. И потом эту икру, то есть пожелание клиента мы приложим в жесть. Ну, это санитарно, как бы, ничего, что вы там перекладываете? Нет, 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 конечно. Курьер ловко спаковывает мне баночку, видно, рука набита и удаляется. Вот на что ушли мои 150 долларов. Собственно, ничем из перечисленного тут и не пахнет. Но интересно, что же внутри банки? Поскольку, съев эти три зернышка вместе с курьером, я особо ничего не поняла, еду к икорному эксперту. Владелец одного из самых крутых рыбных ресторанов столицы сейчас будет дегустировать эту нелегальную банку из России. А тем, кто забыл, я напоминаю. Барконьеры привозят в пластмассовых бедрах вот эти ястыки с икрой. И на берегу, в камышах, засыпают солью и консервантом. Вы можете вот попытаться оценить на вкус, на качество? Не открывается. Давайте, может, я попробую. О, у вас просто нежная рука, жаль. Надеюсь. Пробуйте тогда. Мне кажется, здесь очень много соли. Эта икра явно не такая свежая. Я не знаю, как что вам ее продали. Она не астраханская, сто процентов. Она не супер. Я отправила письмо в СБУ и в фискальную службу Украины с просьбой разобраться, почему в Украине любой может свободно купить нелегальную российскую икру. Причем в неограниченном количестве. И та, и другая служба ответили письмами, но внятного ответа так и не дали. Так что, если не хотите ошибиться с выбором баночки, вот вам совет. Мы покупаем икру сертифицированную местную, то, что производят на наших фермах здесь, в Украине.